здравствуйте уважаемые любители ножей зрители нашего видео канала сейчас я расскажу про нож про нож в принципе эту форму выпускаем очень давно модель судак ну немножко расскажу про историю да как он появился и еще раз в общем расскажу про него давайте сначала его покажу как все любят крупно то есть данный нож из d2 почему я хотел про это рассказать о 1 дамасский клинок для филейного ножа я лично сливал своими руками потом показал это товарищу и потом с этого мы начали производить то есть когда-то мы их начали делать 1 потом это в общем там были некоторые секреты потом эти секреты естественно разошлись в массы их начали делать все и сначала первые филейные ножи у них было три момента три момента во первых у них был заков ну то есть грань вот здесь так называемая что она давала она ничего не давала она в самом деле давал только слабление клинка если клинок ломался он ломался вот здесь но мы же хотели как лучше но это был там 20 лет назад мы сначала делали как бы не знали как делать из жестких стали и мы делали из шестьдесят пятки это вот судак средний рукоять венге до 2 до из жестких стали не знали как делать мы делали 65 65 х 13 и также изготавливали из дамаска из дамаска было посложнее делать 90 пятку мы не применяли потому что я еще тогда не совсем понимал как из нее делать и там есть приготовление филейного ножа есть свои нюансы ну а потом в принципе дошли до d2 но первые наши филейные ножи они были ориентированы на резку мелкой нежной рыбы но даже там филе скуня . снять со всего но как много вот общался много общался с потребителями с нашими да там заказчиками они правильно говорят мы обычно филируем то крупную рыбу на котлеты на какое-то филе которое пожарить нафиг эту кунечку нужен ты делай ну пожестче потому что мягким ножом позвоночник эти ребра срезать крупной рыбы тяжело и вот представитель такого ножа то есть вот он он достаточно скажем жесткий да но вот он свою функцию он прилегает то есть он свою функцию выполняет но я покажу на бумаге да то есть вот принципе вот как работает смотреть такой длинные филе снимаю о вот такой вот вот такой вот длинные длинненькое филе при этом бумага как вы понимаете не прорезан то что он допустим пожестче это не мешает то есть смотрите я работаю режу пол листа прикольно да вот у меня у самого дамаски такого кстати нет я вижу как он работает вот такая вот штука для чего применяются такие ножи ну вот например такой более жесткий вообще много для чего не можно какие-то делать тонкие очень нарезки той же колбасы сыровяльный и можно филировать рыбу для чего он собственно как бы изготовлен им очень хорошо делать поджарку и я объясню да то есть у вас есть кусочки мяса на сухожилиях ну скажем мы разобрали ногу там мясо же как устроена да там мякоть и идет жила вот если вы хотите пожарить пятиминутку чтобы этих эти жилки не подали то есть вы кладете нож на жилу ну это как тоже показывал и срезаете она и он идет пожили а вот это вот а вот это грубо говоря это вот мякоть сверху вот такой вот замечательный нож понятно этот нож это нож не для охоты его дирать не будешь вам дирать неудобно потому что он гнется и в разделать по суставам неудобно я бы сказал даже нельзя потому что некоторые думаешь чем тоньше нож он сустав пойдет он должен быть узкий как наша чукотка но не тонкий он сломается у вас там а вот именно рыба филировка рыбы нарезка какого-то там допустим вяльного мяса сыровяльной колбасы поджарка вот это стихия этого ножа то есть он больше поварской ну а нужно так уж для порядку ну иногда ведь мы готовим не только дома да но и на природе и что последний хотел бы сказать то есть вот этот нож вот я вот сейчас его даже мне мы их делаем достаточно давно на них очень хорошие отзывы вот именно на филейники на жесткие вот на такие филейники из d2 я вот сейчас попробовал вот практически пусть даже не на рыбе а просто вот на бумаге вот поверьте мне классный нож вот если у вас такого нет или есть филейник на другой вот вам такой надо рекомендую покупайте и вам понравится всего доброго до свидания